Она утверждала, что в 21-м году он ехал в Хракуре, но в Польше его нет. И поэтому имя этого замечательного человека, где он нашел свой последний путь в предстанище, неизвестное. Поэтому исследование будущего предстоит все-таки найти или на Дальнем Востоке, или где-то в Европе, но в Польше его нет. Субтитры создавал DimaTorzok Если мы о нем запомнимы в фоне, то нехук на ней запомнит он вас. Если мы о нем забудем, пусть Бог нам забудет. Поэтому мы можем забывать тех, которые внесли свой склад в развитие Сибири, научно-культурное и декоративное развитие. Спасибо за внимание. Итак, перейдем к теме доклада «Роль урода гурнистик» в становлении сказкой интеллигентности. Вообще, тема поляков в Сибири, современной отечественной и зарубежной историографии в определенной мере неплохо изучена. Но существуют некоторые аспекты, отдельные аспекты данной области науки, которые все же не получили должное освещение. И несмотря на то, что в настоящее время уже вышли работу общего плана, отдельные статьи по конкретным личностям, отдельным персоналам, практически неизвестны в средстве участия и ролики интеллигенции польского происхождения в становлении национальной интеллигенции в Сибири. На примере рода гурнистских Козласовых предлагается осознание торговой роли в становлении хакатской национальной интеллигенции. На основании таких типов источников личные воспоминания Леонида Романовича Козласова, Клавы Романовой и Козласовой, дневника, относящегося к 1920-1924 годам Козласова, романа, изданного в этом году в облакане. И вот попытка осознать роль рода гурнистских Козласовов была предпринята также в статье Сергея Леончика «Поляки. Юго-Енисейский верник. История силы и населения», а также в книгах, которые делали авторов «Польские страницы в истории Минусинска» в 2004 год, а также в работах польских авторов, следовавших роль семи гурнистских в Польше и Сибири, это Изабелла Михальская и Марион Шишинский, изданные в середине 90-х годов. Однако работы перечисленных авторов имеют в основном прагментарный характер, и они не предусматривают выделение роли этой семьи в становлении хакарской национальной интеллигенции в начале 20-го века. Известно, что судьба поляков, сосланных в Сибирь, в том числе и педемика Доминика Гурнистского, сложилась неоднозначно, и они заводили семьи, занимались хозяйством, и нередко их женами становились коренные жительницы юго-Енисейской губернии. Оказывается, в этом отношении довольно интересна судьба польских домик Гурнистских везлацах. В 1884 году в Марион Шишинский округ в Енисейской губернии по причине политической неблагонадежности был выслан Доминик Гурнистский, юрист по образованию. Позднее, в 1897 году, в результате заключенных, он добровольно пришел из Варшавы, его 17-летний сын Виталь. И в 1921 году отец был эпатриирован в Польшу, а сын его, женившийся на хакарской девушке Евдокии Стенниковой, остался с семьей хакарской. Виталь Гурнистского, известно, что он умер в 1949 году, связан с отцом и другими родственниками, была утеряна еще в 1921 году. И старшая дочка, известно, вышла замысла хакарского романа Котласа. И вот остановимся подробнее, что очень интересно, на роде гурнистских романей Фанасьевича и Леонидии Романовича Котласа. Вот, читая дневник Котласа Романа, мы ознакомимся с рождением хакарского народного образования в начале 20-х годов. Кроме того, он проявляет себя, по дневнику, да, он уделяет себя как один из активных деятелей культурного строительства на родной земле. Он задает школу, открывает библиотеки, участвует в виде инстинно-кооперативного движения. В 1931 году Роман Афанасьевич поступает в институт софторговли, и одним из первых хакарсов получает высшее образование по экономике. Вернувшись к хакарсию, Роман Афанасьевич Котласов с 1934 года работает заместителем председателя, затем председателем правления хакарского облупотребства союза. И в 1937 году, как и вся хакарская интеллигенция, попал под репрессивную машину и был арестован не отстрелян. Другой представитель рода гурнистки из Котласов, Леонид Роман Афанасьевич Котласов, председатель крупнейший российский востоковец, доктор исторический наук, профессор, член российской академии наук, лауреат государственной премии СССР, Ломоносовская премия первой степени государственной премии Республики Хакасия, заслуженный профессор Московского государственного университета. В итоге Леонид Роман Афанасьевич Котласов автор более 300 научных работ, в том числе 17 монографий и 12 книг, написанных в СССР. Вот руды быстро получили международное признание. И в переводах они опубликованы были в США, в Германии, в Италии, в Польше, в Турции, Индии, в Японии и других странах. Изданные также на тувинском и польских языках. И вот исследования, проведенные Леонидом Романовичем Котласовым, являются неоценимым, главным не только в Хакасию национальную, но и в отечественную российскую историческую науку. В августе текущего года Леонид Романович Котласов ушел из жизни. Его именем теперь назван Хакасский национальный музей в городе Абакане. В своих письмах и воспоминаниях Леонид и его сестра Клара Котласова отмечают, что большое внимание на выбор их жизненного пути оказалась дедушка Витальд Гурницкий. Из воспоминаний Леонида Романовича Котласов мы узнаем, что он родился в Польше, а умер в Хакасии. По профессии был рабочим, каменностесом, но в конце жизни все же он стал писателем. Будучи поляком по рождению, всегда называл себя Хакасом, знал Хакасские обычаи и обряды. Хорошо владел русским, польским, немецким и хакасскими языками. В 1923 году Витальд Даним Веникович стал постоянным рабочим корреспондентом, входящим в Минусинские газеты, газеты в Красноярске рабочей, советской Сибири. А к 1940 году, что очень интересно, участвовал в выпуске здесь, в Красноярске, литературного альманаха, где в первых его выпусках была опубликована повесть Показки в Тебя. Вот это произведение, оно правдиво описывает яркие события гражданской войны. Но в целом нужно сказать, что творчество Витальда Доминиковича Гурницкого занимает определенное место в истории и литературе советской Хакасии. Внучке Витальда Доминикова, Кларе Кезлацкого, удалось установить связь со своими родственниками в Польше. А главное, знать о судьбе своего прадеда Доминика Гурницкого, о том, что всю свою жизнь Доминик посвятил изучению истории Польши, остался в памяти поляков, как автор книги по истории старинного польского города Бузенка. В Усилии. В Усилии. В Усилии. В Усилии. И поляки привносили культуру Сибирь, необходимые для развития элементов, которые в дальнейшем находили свое отражение в становлении системы образования, науки, медицины, техники. Таким образом, диалог культур был достигнут в результате участия и активной, и ключевой роли интеллигенции польского происхождения в становлении национальной интеллигенции в Сибири. У меня все. Спасибо за внимание. Медицинами, медиками, этнографами и художниками я поговорю, мое сообщение касается музыкального вклада представителей Польши. Это не только переселенцы, не только сибирские, будем говорить, поляки, а это, конечно, поляки, польские музыканты, которые, волей и судеб, оказались, скажем, в Томске, в Западной Сибири. Ну, не только в Томске. Мой материал, конечно, на примере Томска. Если говорить о истории проникновения польской музыки, представителей польско-музыкального сообщества в Сибирь, то, конечно, можно проследить несколько и временных таких моментов. Ну, безусловно, хотя материала очень мало, смею вас заверить, что вот многотомная история музыки в Сибири, которую издал в свое время наш самый молодой сибирский город Новониколаевск, Новосибирск, там буквально по несколько страниц, посвященных, скажем, истории музыки в Томске, истории музыки в том же Барнауле. Конечно, красноярские вот краеведы, историки издали в свое время прекрасную книжку «Музыкальная жизнь Красноярска», известную мне тоже. И ведутся работы в этом направлении. Вот по Томску, по Западной Сибири гораздо меньше. Но даже крохи той информации позволяют говорить о том, что уже в 17 веке представители Польши, теми или иными путями оказавшиеся в Сибири, несли с собой элементы музыкальной культуры, не только польской, но и, вероятно, нужно говорить о западной. Конечно, дело в том, что в Сибири вся, будем говорить, современная музыка привозная. То есть в Сибири существовала от Ледовитого океана до Снегов, Алтая, своя культура коренных народностей Сибири, о которых уже мы сегодня говорили. А все остальное, то есть то, что мы связываем с понятием европейская музыка, это, конечно, пришло вместе с завоеванием Сибири, вместе с казаками, вместе с переселенцами, вместе с цельными. И, конечно, уже... Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что... Не знаю, как считает Пан Сергей, но мне кажется, что тот человек, о котором я буду коротко выхожу, является одним из самых старичных. членов полонинного движения, 91-го. Как вы считаете? Значит, я начну с чего? Вот Идиотип Белсурский, маршал Польши, сказал хорошие слова. Кто не уважает и не ценит своего прошлого, тот не достоин настоящего и не имеет прав в будущем. То есть не зная прошлого, не дитя к стиху, кто его в будущем. Значит, вот я... Мы работаем... Наше общество работает уже 10-й год, весной будет 10 лет. Вот. И все эти 10 лет, почти 10 лет, у нас есть член общества Болдобин Евгений Кириллович. Вот в этом журнале, во втором номере, есть его фотографии. Это то, что в одинаковой мере спасало и интеллигенцию, и огранили. Это то, что в одинаковой мере для нехватки субьевало и огранили, и интеллигенцию. Это то, без чего наши с вами жили, неразможно. Наш материал не назвать «Васпортение», потому что рейтмотивом рассказа о персоналиях вообще-то звучит хлебная тема. Открыли, что обоих вам. Марьян Карлович-Сторож, 1920-го года рождения. Как этот поляк попал в Енисейск, сегодня никто не знает. Но в начале 50-х годов он ходил пешком из района улицы Тамарова и Теренцона на работу в Енисейске. А еще одна тема моего выступления звучит, как поляки-поляки-поляки в середине 19-го века. Но поскольку она не совсем подписывается в тему конференции, я хотел бы поговорить о врачах поляков в Забайкале в 19-м веке. Более подробно хотелось бы остановиться на Кяхте, где в середине 19-го века находилась большая колония политических стыльных, уже вышедших на поселение. Не только стыльные, там были и те же самые поляки, солдаты, которые попали сюда в результате пленения в 1931 году и зачисления в сибирские линейные батальоны, а также рекруты уже более позднего периода. Основным источником информации по Кяхте этого периода для нас является фундаментальный струк Агатона-Игра «Описание Забайкальского края в Сибири». Специалисты, наверное, с этим трудом знакомы, хотя он издавался только однажды, в 1867 году, и после этого переиздания его не было, к сожалению. Хотя труд этот имеет большое значение для изучения не только политической ссылки поляков в Сибири, но и вообще изучения Забайкальского края в Сибири. То есть, в своего рода, такой интересный взгляд политик. Агатона-Игра «Описание Забайкальского края в Сибири» Агатоний Забайкальского края в Сибири. Учитель музыки – член управления Агатонного Польского края в Сибири. Витам сердец, на почетку Бензинберс. «Една ест Польска, як Бог еден в небе, Вшитки мы с силой вкладам во небе, На целое житче, которое веземным в тебе, Вшитки мы с силой в небе, Во втором поколении, родившейся в России, Родили здесь моя мама и я. Сегодня очень интересная тема интеллигентская Польска. Как мы появились здесь? Ну, моя мама Польска, все поляки, Поэтому я обращаюсь в свой взор к маминым родителям. Доктор Марчин был выслан в город Толск Вместе со своей молодой женой Леонорой И привезли они маленькую дочурочку, Мамину маму, будущую мою бабуню, Марию Марианну. Здесь у них родятся восемь детей. Когда мне мама рассказывала, это да. Хочу теперь вот что еще сказать. Времени очень мало. Поэтому я хочу сказать, Моя мама меня тоже одевала не так, как здесь. И была традиция такая, Ну, мы всегда с мамой были вдвоем и все. Была такая традиция. Выход в театр. Меня очень рано стали выводить в театр. И драматические, музыкальные. Были два красивых басовных платья. Изумительные туфельки. Аккуратно причесана. Выходим в театр. А вот на следующий день со мной никто не играет. И в течение двух, а иногда трех недель Со мной никто не разговаривал. Вот, что я пережила. За то, что меня мама так одевала, не так как принято здесь. То есть, прежде всего, история. В какой-то мире, может быть, родственные там, этнографии, фитературовидения, филологии, искусствознания. То есть, то, что как-то связано с деятельностью пропаганды, разникнуло вокруг польских исследователей. И польско-сибирских. В данном случае мы, по-моему, это понимаем. В регионе Сибири здесь нет представителей от европейской части России. И, как ни парадоксально, чем дальше назад, тем меньше их интересует вообще какая-то научно-культурная составляющая. Вот идея как-то это все спорминировать. Как-то это направить не обязательно в сухое научное русло, но научно. Обязательно научно-популярно только. Пусть даже совсем популярное, но взломочной какой-то достоверности. Иначе мы превращаемся просто в любителей, которые издают, что-то там творят, сообщают. Которые предстоятского края и как Акадия. То есть, как бы, было у нас первые три конференции в Акадии. Именно Семьки за тему перешли. Представляете, почему мы этот выбрали форум? Почему мы не проводим Акадия? Потому что, действительно, Краснояр становится как бы центром Сибири. То есть, здесь одинаково близко и на восток, и на запад. И, допустим, поэтому у нас в этом году происходит, действительно, география наших участников. От Омска до ОРУД. И, по сути дела, то есть, в Акадию на ОРУД ехать. Да. Я говорю, я не могу. Пожалуйста. Итак. Можно слово. В общем, Горнояр, как бы сказать, я краевед Розозлов. Естественно, член Розозловного общества. Ну и член Дома Кольца. Я уже не первый раз, бывая на конференции. В этом году конференция лучше предыдущей. Каждый год улучшается. Больше статей дают. Значит, печатают. Вот Дома Кольца. Значит, была напечатана второй том. Вторая. Вот первый раз. Издавал с собой ежегодник. И что для этого нужно? Для этого нужно, наверное, централизировать. Централизовать. Правильно? Да. Централизовать. 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 Централизовать средства. Значит, каким образом? Чтобы, наверное, не дробились эти средства, которые выделяются на какие-то издательские проекты по полониям. То есть, либо это одно другому не мешает. Средства на полонии на издательские дела, как шли, так пусть идут. Но чтобы выделили иногда другие средства, наверное, не проходили подобные научно-картические конференции. Но они все были с Бориславом Савельевичем и Сокровичем. Что делает Сергей Владимирович Мончик? Все отлично. Это первое. Второе. Которые есть недостатки, это как недостатки и местных религиозных. Что делает мультурно-эзерический вот этот Центр, это просто прекрасно для нас, потому что другого места мы не найдем. Более качественно, более подхода к нам. И то, что у нас не хватает ни денег, ни бумаги, ни печати, ни релекторов, чтобы приехать, мы не объединили. Что касается сегодняшней инференции, и вчера я вам знала, что лучше, и на этом не было. Моем очень казаться, что выцепления были везде в значимости 2 недель, так сказать. В учебном процессе, мы говорим. В учебном процессе, мы говорим. В направлении, которое мы вырабатываем, несомненно актуально, в том, что мы собираемся следить. Я сюда ехал, с твоим мысльмом, что все-таки соберутся именно предстоиты и нам дадут координировать. То есть, поэтому эти встречи нам необходимы. Где военные выходили? Омск, Лану-Де, Абакан, Мусин, Косновец, да. Второй вопрос, то, что я вроде бы хотел рассказать. Координация. Координация все-таки, наверное, должна из каких-то научных комитетов. Все могут помочь. А вы говорите уже. Все могут. Иркутск. 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 Затем у нас в Красноярске. Иркутск. 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 Я вообще предлагаю, может быть, как-то отдельно издать для поощрения молодых их студентов. Мы не можем одними персоналиями, а проблемы изменяются. И тоже наши события, я даже не в географии. А теперь, я думаю, мы предоставим слово нашим председатам, в вашем обещании с вами, в нашей Финтакте, с помощью полярного Востока. Я вам скажу покороче, как началось это дело, что мы съедали из фундации и что мы с собой реформировали. Год назад нам подложила фундация в такой проект от имени Сената, от которого мы должны ответить, что надо активизировать Полонию Востока лучше, чем до этих пор, чтобы они не только приезжали в Польск, чтобы они как-то не приезжали, на полском, русском и английском языке. На обороте, чтобы использовать все, можно тоже сделать информацию о местах, например, где были созданы. Так, но яркий вкус, просто так и добрый личинского типа. Один исторический номер. Из таких самих, их пушчадок, можно приготовить рыцарь, сорт, и сменить еда в осень. Я, конечно, очень бы хотела, чтобы, я очень прошу маму, не знаю, да, но для вашего примера с Тибири, я хочу поговорить вам о моем доме, того книгу, которое называют на польские тестили. Она есть на нас, но я буду в ней на польские тестили. То есть, мы можем знать, понимать людей. Вот. Но я хочу определить, да. Поэтому, куда у вас будет на память, на наши дети, мы таким нравом, понятно, да, потому что я ищу, да, я ищу, я ищу, я ищу, да, да. Составление первой библиографии по наряду июня, мы должны определиться, да, или нет? Да. Может, не до июня сделать, все-таки мы преподаватели, июнь, май, июнь, такую царь, и, извините, но такую царь, давайте мы летом все-таки, чтобы мы еще это могли поделить, но хотя бы задали как, или к сентябрю, библиографии. Я уже не стою. Я уже не стою. Я уже не стою. Апусте. Я уже не стою. Ну а смех назад, надо. А это почему? Это что я, мы будем стараться. Уступайте в компе чаю. Угу. До свидания.